Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – массовая рассылка сообщений и личные сообщения внутри админки сайта, между администраторами сайта. Давайте разберем. Массовая рассылка сообщений. Перейдем. Это действительно работает. Я уже это тестировал, проверял. В третьей версии Joomla у меня не получилось отправлять. Такое ощущение, что был функционал недоделан. Мы сейчас с вами это прямо на практике посмотрим, как отправляются уведомления и куда они отправляются. Смотрите, естественно, вашим пользователям, всем тем, кто зарегистрировался на сайте. Здесь у меня есть пользователи, то есть это я и два пользователя я добавил. Эти два пользователя привязаны к реальным email адресам и, естественно, мы сможем протестировать, увидеть эти письма. Опять же, протестировать это у вас получится на хостинге. На локальном хостинге, скорее всего, письма у вас не дойдут. Здесь есть некий нюанс, который нужно уже будет смотреть в дальнейшем. Отправлять я буду всего двум пользователям. Есть ограничения сервера, ну, хостинга, у всех по-разному. Но в основном это 200 писем в час. Через час, интервал времени, вы сможете отправить еще 200. Представьте, что у вас 300 зарегистрированных пользователей или тысячи, или несколько тысяч. Вот как будет отправляться здесь? Вот стоит пока вопрос, непонятно. Будет ли хостинг ограничивать здесь в этом случае или нет? И если он будет ограничить в 200 писем и произойдет разрыв отправки, как будет дальше себя вести джумла? Она будет доотправлять через час? Я думаю, вряд ли. Выдаст какую-то ошибку предупреждения? Скорее всего. И вот какая будет ошибка, надо будет смотреть. Пока не могу посмотреть. Нет пока такой возможности, да? Еще, я думаю, зависит от глобальных настроек. Давайте посмотрим. Освежим память, как устроена у нас вкладка сервер, общие настройки. Вот именно здесь блок параметры почты. Отправляю я от почты, которая привязана к сайту, да? Именно почта привязана к моему домену. Специальная почта, с которой возможно отправлять. Если 200 писем, больше 200 не получится отправить, то здесь есть возможность выбрать через SMTP. По сути, мы подвязываем SMTP, хоста. Скажем, если я использую Mail.ru, то Mail.ru. Как это сделать? У меня есть отдельное видео. Вот если попробовать так сделать, получается нагрузка должна ложиться на сервер Mail.ru. Если я правильно понимаю. И вот тут уже, возможно, письма будут отправляться. Опять же, мне самому очень интересно. Нужно будет как-то это протестировать. Возможно, можно будет выгрузить пользователей больше 200 с Joomla 3. И их экспортировать, то есть импортировать, экспортировать и импортировать пользователей в Joomla 4. И уже по факту протестировать. Пока что вам просто покажу, как это работает. Пользователи. Массовая рассылка. Здесь пишем тему письма, сообщения. Здесь мы выбираем отправить в формате HTML. Да, нет. Отправить дочерним группам. Отправить заблокированным. Отправить как скрытую копию. И вот интересный момент. Если у вас разграничены по группам пользователей, вы можете выбрать, в какой группе пользователей отправить данное сообщение. Пускай стоят все зарегистрированные пользователи. Галочку скрытые уберем. Ну и HTML тоже снимем. И нажму отправить. Сообщение успешно отправлено двум пользователям. Соответственно будет больше пользователей, должно отправиться больше. Двух тестовых пользователей я привязал специально к своим разным почтам. И вы видите, один-один. Если я зайду внутрь, вот проверка. Вот это слово сообщение. То есть реально на email письма приходит. Теперь личное сообщение. Давайте рассмотрим. Одного из своих пользователей я добавил в группу SuperUser. То есть это еще один администратор на сайте. Потому что личные сообщения отправляются именно между администраторами сайта. Приходит уведомление и на email. И сообщение будет вот здесь вот показываться пользователю, когда он зайдет на сайт. Он будет видеть, что с ним кто-то хочет связаться. Давайте это посмотрим. Либо переходим личное сообщение. Здесь ничего нет. Либо можем сразу нажать по плюсу, добавить личное сообщение. То есть создать его и отправить. Либо вот дублирующая кнопка создать. Также есть кнопка мои настройки. Можно выбрать блокировать входящие, чтобы они приходили. Отправлять уведомления. Да. Хранить сообщение сколько дней. Также настройки. Здесь просто настройки прав доступа. По плюсу нажимаем. Пользователи. Кликаем вот на эту иконку. И я вижу только одного пользователя. Второго не вижу. Как раз таки потому, что это у нас только между супер юзерами. То есть пользователями, другими администраторами сайта. Выбираем его здесь. Тема. Просто что-нибудь напишу. Здесь кстати есть редактор. Можно сделать там жирным. Наклоном и так далее. Про редактор TINEMSA будет отдельный урок. Как я уже ранее говорил. Нажимаем. Отправить. Сообщение отправилось. Теперь давайте авторизуемся под пользователем Вася. Я нажму выход. Естественно он должен зайти в админку. Я авторизовался как Вася. И вот здесь вот будет появляться каждый раз сообщение, когда этому администратору написал другой администратор. За это отвечает специальный модуль. За вывод вот этого сообщения. Когда сообщение будет прочитано, сообщение будет скрыто. И вновь будет сообщение показано, когда еще человек получит другое сообщение. Если здесь, например, человек не хочет выводить администратор сайта, я уже это показывал. Вы можете перейти в модуль и отключить этот модуль. Здесь надо выбрать сначала модули панели управления. Сразу состояние опубликованное. Чтобы быстрее найти, отсортируем статус. Видим месседж сообщения. Если я сниму с публикации данный модуль, видите, исчезает. Не думаю, что надо его отключать. Это очень полезная вещь. Включим его обратно. Просто напоминаю вам, что это возможно. Далее, смотрите, я могу перейти в личные сообщения. Вот галочка помечена. Это то, что уже прочитано. А вот это у нас новое сообщение. Вижу, кто отправил, когда отправлена, тема и само сообщение. И я могу человеку ответить по этой кнопке. Написав ответ, отправить. Даже если человек не заходит в админку сайта, а вы ему написали, сообщение, личное сообщение, все равно продублируется на почту данному администратору. Он на почте тоже увидит. Вы получили личное сообщение от пользователя Федор. И зайдет в админку, ответит вам. Очень крутой функционал в Joomla 4. Субтитры сделал DimaTorzok.